В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках, громких судебных делах и подведем криминальные итоги недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За решеткой, как дома, в Самаре одним из первых в стране открылся центр, где будут наставлять на путь истинный тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Речь идет о людях, совершивших преступления либо впервые, либо средней степени тяжести. Государство решило отнестись к ним лояльно. Для мужчин подготовлены комфортабельные комнаты на четверых, для женщин на двоих. Есть библиотека, спортивный зал и комната отдыха. О новом эксперименте в следующем сюжете. Здание учебного корпуса было переоборудовано в помещение для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Помещение делится на две стороны, мужскую и женскую. И отличается оно некоторыми деталями. На женской стороне, в бытовых комнатах можно встретить стиральные машины, гладильные доски, утюг и, конечно, зеркало. Ведь даже осужденная женщина хочет выглядеть прекрасно. Таких участков всего девять по России. Они появились с 1 января по указу президента. Здесь есть все необходимое для жизни. Два крыла, мужское и женское, оснащены кроватями, душевыми кабинами, мебелью. График у осужденных весьма лояльный. Они будут обеспечены работой. В центре фактически будут только ночевать. При всей мягкости наказания в первую очередь оно рассчитано на дисциплину. Осужденные должны строго пребывать в назначенный срок, иначе им грозит наказание. В первую очередь мы, конечно же, с ним проводим просто беседу. Беседуем, что так нельзя делать. Это нарушение. Что в дальнейшем уже будут к вам применяться более суровые методы. То есть в дальнейшем уже выигр, строгие, что в свою очередь влияет также на условно-досрочное освобождение, отмену всего. А в дальнейшем, если уже не понимает человек, уже будем в штрафное помещение помещать. То есть, соответственно, до 15 суток. То есть он уже будет изолирован полностью. Отбыв при такой мере наказания две трети срока, а это от двух до пяти лет, человек может взять отпуск или даже вовсе покинуть стены центра и снять квартиру в отведенном районе. Но отмечаться каждую неделю. Пока в центре нет ни одного жильца, тем временем для них готовы спортивные актовые залы, комната отдыха, столовая и даже футбольное поле. Если забыть о контроле со стороны ведомства, место напоминает пионерский лагерь. Хотя выгода для государства от такой формы наказания бесспорно есть. У нас штат вообще минимально, нет охраны, нет сотрудников ВТСО, но многих служб отсутствует. То есть не надо тратить дополнительные деньги. Опять же питание. Если он желает сам питаться, опять же одежда. Если он захочет, он одевается, то государство на то, чтобы его одевать, деньги не тратит. Но кроме того, что он работает, он еще уже отчисляет деньги государству. Принудительные работы – это эксперимент. В Самаре пока корпус рассчитан на 35 человек. Если осужденных будет больше, разместят и их. В ГУФСИ не прогнозируют. Если система будет успешной, подобные центры появятся в каждом регионе. В Самаре сотрудники ФСБ обнаружили подпольный цех, где производили оружие. Двое мужчин переделывали массогабаритные макеты в боевые пистолеты и продавали их через интернет на территории России и Украины. При задержании нелегальных оружейников в их машине нашли еще и ружье, пистолет ТТ и пять магазинов с патронами. Также в арсенале были револьверы системы «Наган», составные части автомата «Калашникова» и почти 600 боеприпасов разного калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 65-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Мехзавод. Многоэтажка вспыхнула в понедельник около 10 часов вечера. Когда спасатели прибыли на место, пламя уже вырывалось из окон и могло перекинуться на соседние этажи. Пожарным пришлось эвакуировать жителей на улицу. Вывели более 30 человек, в том числе детей. Как сообщается, шестимесячному ребенку понадобилась помощь врачей. Он мог отравиться дымом. Малыша сразу же доставили в больницу. Как выяснилось позже, возгорание началось на кухне одной из квартир. Когда пламя потушили, там нашли труп пенсионера. Этажом выше сотрудникам МЧС пришлось вскрывать полы и поливать их водой. Они частично прогорели. Причина пожара устанавливается. В Самаре в ДТП пострадали несколько машин. Авария случилась на улице Новосадовая. По словам очевидцев, мужчина на Лексусе не справился с управлением и протаранил две припаркованные машины. Сначала автомобиль влетел в Митсубиси. В свою очередь японская иномарка ударила стоящую рядом Шкоду. К счастью, обошлось без жертв. После проверки оказалось, что виновник аварии был пьян. 0,265. Прибор все цифрировано. Поверку допустима 0,160. Соответственно, чуть меньше, чем в два раза. Еще одна авария произошла в субботу на улице Чекистов. Пострадал человек. Все случилось вечером. Столкнулись бензовоз и вазовский автомобиль 15-й модели. От удара кузов легковушки был сильно поврежден. Водителя зажало в салоне. Спасателям удалось вызвать пострадавшего из груда металла и передать медикам. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель бензовоза не пострадал. Предположительно, авария могла случиться из-за того, что вазовский автомобиль выехал на встречную полосу. С этого года перевозить детей в специальных креслах можно только на заднем сидении. Ребенка, которому еще не исполнилось 12 лет, необходимо пристегивать удерживающим устройством. Чтобы проверить, соблюдают ли правила безопасности родителей юных самарцев, сотрудники ГИБДД вышли в рейд. Привет, а ты что уже отстегнулся? Держи скорее тебе. Ты уже в школу приехал? Да. Тебе блокнотик, молодец. Желаем тебе только пятерок. Всегда пристегивайся в автомобиле. За соблюдение правил дорожного движения самарские школьники получают подарки от полицейских. Проверку сотрудники ГИБДД начинают с раннего утра, когда родители везут своих детей на учебу. Автомобили останавливают на улице Шостаковича, неподалеку от университета Наяновой, 11-й гимназии и 6-й школы. По правилам детей, которым нет 12 лет, нужно перевозить в специальном кресле или с использованием адаптера. Видите, что она уже большая. Ей с устройством будет неудобно ездить. Почему? Она потому, что не 12, но она в 140 мм. Ремень безопасности, который предусмотрен в конструкции транспортных средств, он предусмотрен для роста от 150 см. В случае аварии ремень, который встроен в автомобиль и рассчитан на взрослого человека, может не спасти, а покалечить ребенка. Из-за маленького роста в момент фиксации передавить ему горло. В воскресенье в Ленинском районе в ДТП пострадали трое детей. Все они ехали без специальных удерживающих устройств. О том, что для ребенка в дороге намного безопаснее сидеть в детском кресле, нежели на руках у мамы или папы, родители обязаны помнить. Родители очень часто перевозят своих детей у себя на коленях, придерживая их руками. Это чем самым подвергает своих детей еще большему риску. Мы хочу напомнить, что при ДТП мало того, что мы можем своего ребенка не удержать, так еще и своим весом придавить его либо к спинке переднего сидения, либо к панели автомобиля. Сегодня во время рейда полицейские остановили полсотни машин, среди них один нарушитель. В прошлом году сотрудники ГИБДД составили более трех тысяч протоколов на водителей, которые перевозили детей без специальных кресел и адаптеров. Сегодня штраф за это составляет три тысячи рублей. Их бы энергию да в мирное русло. Вандалы разрисовали подземный переход на московском шоссе. Самарцы предлагают популярный в Советском Союзе метод борьбы. Нарушителей сажать на 15 суток, принуждать к общественным работам, а законопослушным жителям выходить на дежурство, чтобы следить за порядком. Мариана Мирная увидела, во что превратился недавно построенный переход. На злобу дня. Тема, которая взволновала посетителей подземного пешеходного перехода на московском шоссе. Ночью группа горе-художников пробралась в переход и разрисовала его стены. Искусство сомнительное, но на своих картинах они даже оставили подписи. Хотя опознать их по ним будет сложно. Неизвестные художники баллончиками с краской расписали стены перехода у остановки завод имени Тарасова. И жителям, которые регулярно переходят дорогу именно здесь, такое творчество не кажется красивым. Это, конечно, некрасиво. Я не знаю, прям руки что ли у них чешутся у молодежи. Зачем так они вот делают? Ну, конечно, плохо. Плохо. А кто рисовал? Вандалы. Ну, вот и плохо. Надо как-то дежурить, чтобы дежурили, заставляли их стирать. Ловить их надо. Творчество просто безобразное, я считаю. Дело в том, что когда был у нас старый переход, здесь все было изрисованное. Это было ужасно. А после такого ремонта все это продолжается. Вы знаете, вот лично я очень возмущена. Мне просто неприятно. Этот подземный переход был отремонтирован всего пару лет назад при реконструкции московского шоссе и по сей день оставался чистым и аккуратным. Теперь стены придется перекрашивать. И если вандалов удастся разыскать, им предстоит потратиться на штраф до 5000 рублей и на ликвидацию последствий своей бурной фантазии. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин